друзья всем привет сегодня у нас относительно стандартный выпуск и он будет посвящен сноубордическим ботинком компании joint joint это российский бренд ботинки делаются в китае это ботинки прошлого сезона но они приехали ранней весной так скажем поэтому уже не были актуальны на тот сезон и вот сейчас у меня дошли руки до того чтобы рассказать вам про эти ботинки у них все три модели эта модель женская мужская мужская всего три модели так что нам будет совершенно нетрудно что самое интересное они стоят очень бюджетно но в отличие от супер бюджетных брендов таких допустим как black fire terror prime они сделаны довольно неплохо я вообще не люблю дешевые ботинки и считаю что ботинки должны быть прям классными но когда николай приехал в гости и показал эти ботинки я решил все-таки попробовать потому что сделано не действительно неплохо и когда мы достаем внутренний чик от этого ботинка что нам первое приходит в голову правильно нам приходит компания deluxe и если честно мне кажется что эти ботиночки там и сделаны доподлинной информации об этом нету но если мы возьмем ботиночки deluxe допустим вот эти очень популярны в японии для флэт фристайла и высунем их внутренничек то мы увидим здесь очень много общего во первых абсолютно одинаковый материал редко такое бывает что допустим две сильные конторы и у них одинаковый материал используется если мы возьмем мой ботинок 32 то фактура вот этого рисунка здесь будет совершенно другая он будет совершенно по-другому сшит его лекала будет явно отличаться от того что мы видим здесь если мы берем там бюджетные внутренники от компании господи как они зовут а саммит да это одни самые бюджетные ботины которые у нас вообще были и сравним мы тоже увидим что здесь все сделано по-другому здесь более грубые швы более дешевый материал то есть но видно что это бюджет класс второй момент если вы заглядываете внутрь к этим ботинкам вы тоже видите абсолютно идентичный материал вот этот мягенький материальчик у них будет абсолютно одинаковый если вы смотрите на внутряночку базовой ткани вы тоже видеть что она одинаково поэтому я на 95 процентов уверен что эти ботиночки делаются на делюксе и если я не ошибаюсь когда джойн только первый год привозил свои ботинки у них даже подошва была очень похожа на делюкс единственно что там было замазаны все вот эти вставки а форма по моему были прям вообще один в один сейчас у них своя подошва она двухсоставная то есть один материал пожестче другой помягче для того чтобы было сцепление со снегом и при этом он не проскальзывал по льду это грамотная тема это достаточно неплохая подошва насколько он сделан качественно насколько тут все прошито и не развалится ли это вопрос хотя я думаю что если не сделал на делюксе там знают ребята как это делается еще один пункт который говорит о том что это практически идентичное производство ли одно и то же это фурнитура она абсолютно одна и та же идентичная заклепывающая машинка это один и тот же материал подклада но в некоторых местах допустим joint даже лучше сделан у ботинка делюкс вот эта часть не обработана что на самом деле странно этот бренд должен обрабатывать но видимо решили сэкономить и не обрамлять чтобы было подешевле а здесь все зашито аккуратной лентой что я хочу сказать что качество материалов у ботинок joint несколько выше чем у остальных бюджетных брендов но и опять же joint это не бизнесмены joint это ребята райдеры вообще вся компания joint была основана только для того чтобы российские райдеры могли продолжать снимать видео я когда узнал об этом я аж прям в душе расцвел поэтому если вы начинающий если вы не готовы тратить много на ботинке уровня 32 или берюкс они стоят реально дороже 32 намного сильнее в каждом из пунктов какой бы мы не взяли но если вы начинающий если вы не искушенный райдер и вам нужен комплект для того чтобы начать или продолжить либо вы катаетесь так редко что но не видите смысла в том чтобы вкладываться сильно я думаю что джойнтовские ботиночки вам сослужат добрую службу во внутреннем ботинке вы увидите все пункты которые так важны для комфорта это действительно приятная ткань которая проскальзывает засовывать и ногу и носочек по нему соскальзывает выскальзывает очень хорошо это фиксатор ахилла как в том же самом 32 это очень приятно это действительно неплохой внутренник и вот эта красная ткань это термо формируемая вставка которая позволит вашим пальчикам найти свое место максимально хорошо так ну давайте от лирики перейдем к реальным испытаниям этих ботинок и посмотрим как они сидят на ноги какие особенности у них будут я их хочу сравнить да действительно вот с этим делюксом да и она это самый популярный ботинок у японских флэт фристайл райдеров они ездят на самое популярное крепление у них это union ультра доски у них там свои разные у нас таких нету а ботинки они все предпочитают делюкс давайте с ними и будем сравнивать посмотрим как они в деле так ребята чуть-чуть разойдитесь пожалуйста размерчик я взял один и тот же 25 с половиной у меня это прямо тютелька в тютельку по моей правой стопе это идет как бы про версия ботинка дна он идет с буашкой но они есть и просто на шнурках будут стоить подешевле при этом хуже они от этого не будут здесь буа система позволяет вам дожать грин на стоп то есть для тех у кого затекает стопа и кто любит по затягивать прям по агрессивней вы можете зафиксировать длина стоп своей буашкой вот прям вот здесь она поджимает а соответственно если у вас нога затекла в процессе подъема на подъемнике допустим на буги вы можете ее просто пук вот так сделать и у вас немножко осламнет давление на глина стоп соответственно нога будет меньше затекать коэффициент жесткости я бы ему дал 34 то есть это именно парковый ботинок только для фристайла он классно гнется он не агрессивный очень приятный и прекрасно подойдет для начинающих чтобы на маленькой скорости мочь сесть стоечку по колодочке все понятно по комфорту все понятно колодка у него средняя она чуть-чуть шире чем мне нужно соответственно если бы я катался в них я бы поставил либо дополнительную стельку либо взял носочки потолще чем есть у меня то есть у меня сейчас самый тонкий носочек который есть у акапи так вы молодой человек по комфорту в совы не на key joint даже выигрывает он туда прям соскальзывает несмотря что размер тот же самый этот ощущается как на пол миллиметра больше то есть делюкс вроде как мало мерит а этот нормальный так ну поехали коэффициент жесткости этого ботинка чуть чуть выше чем у дна но я бы сказал там ну на один максимум то есть он тоже будет в начальном продолжающем сегменте если вы карвер или слаломист их рассматривать не стоит если вы легкий райдер и катаете фрирайд ну теоретически можете попробовать но это конечно будет не совсем то что нужно да это ботинок все-таки любительского класса коэффициент жесткости там 44 с половинкой я ему так поставлю по колодке он очень похож на делюкс единственное что там у меня была функция зажима вот в этом месте и как раз вот здесь на сгибе верха и низа он сидит плотнее потому что было ее дожимает здесь вот эта часть закручивается меньше скорее всего это исправится когда он обомнется и вы сможете его шнурками прижимать сильнее в этом месте но пока что да я вот здесь ощущаю больше свободы у меня чуть-чуть нога гуляет соответственно либо стелька нужна с поддержкой либо более толстый носок и тогда все будет близко но про характеристики его вы теперь все знаете давайте возьмем темно-зеленый вариант да кстати по дизайну если честно мне дизайн совершенно не нравится и я сейчас смотрю только на характеристики но с другой стороны если вам нужен бюджетный ботинок какая на хрен вам разница какого света лишь бы ногу держал не разваливался и не требовал от вас больше денег чем нужно внутренне это понимаю одинаковые вот он такой симпатичный коричневый не совсем обычный термоформировочная вставка с пеной здесь тоже есть внутренник идентичный да кстати так же как и у делюкса да я уверен что это на одном и том же станке делаю если вы загляните внутрь вот на эту стелечку вы увидите там места вырубки стельки и абсолютно та же самая история в этом ботинке поэтому я на 99 9 процентов уверен что и делают в одном и том же месте снежный клапан и сделано абсолютно идентично да этот это точно сделает делюкс и это очень хорошо потому что делюкс умеют делать ботинки завязывая всегда делаете вот здесь узел чтобы нижнюю часть шнуровки не зависело от верхней и только потом закидывайте на крючки это не только в этих ботинках а вообще во всех на которых есть шнуровка и потом вы можете спустить шнурки еще вниз чтобы натяжение было чуть меньше проверяем кому-то бы еще половинка прибавилось то есть ему уже можно дать пятерку опять же сейчас тепло сейчас лето уже 8 начальная вот этот ботинок мне нравится больше чем этот он лучше зажимает ногу он чуть-чуть уже по колодке фиксация ахилла также присутствует как и в прошлом то есть он не вылетает и размерная сетка да у них как будто бы немножко все таки отличается с делюксом если тем не были впритык то эти чуть-чуть позволяют шевелить там пальчиком и не доставать до передней части давайте бы я спокойно катался в плейте без какого-либо напряга вообще на про уровень они не тянут но как любительский вариант если у вас не узкая стопа это классный недорогой вариант так давайте глянем что там у женского женский к размеру женский моего размера я что же посмотрю и сравнивать колодки если разница здесь более хитрая шнуровка она позаимствована у бертона этот размер 40 с половиной 25 с половиной а это двадцать пять с половиной но 40 короче женский вариант при одном и том же размере указано в миллиметрах меньше и вот этот как раз похож на делюкс по своему размеру а эти как будто чуть чуть побольше как зашнуровывается этот ботинок просто берете и со всей дури тяните на себя вот эти фиксаторы в отличие от бертона его нужно было вот сюда зажимать а здесь они сделали эту вставку наоборот затягиваем вы пытаетесь время оторвать как будто и потом делаем такой рывок вперед небольшой сбоку есть кармашки и мы эти фиксаторы туда можем запихать и в конце еще добавляете стреп стреп вообще имеет страховочное назначение то есть если вдруг у вас на скорости где-то лопается струна вы не раскладываетесь он сохраняет вам здоровье вашего ахилла что касается колодки для женского ботинка она относительно широкая соответственно совсем дрыщавым девочкам у которых прям видно что профиль ноги очень узкий я эти ботинки бы не рекомендовал либо вам придется брать какие-то реально шерстяные толстые носки да прям чувствую что это все-таки мужская колодка просто в женском исполнении в женских размерах она более широко это не совсем грамотный подход и в данном случае я скорее критикую данный ботинок но если вы девочка широкой стопой кто занимается тяжелой атлетикой допустим там обычно стопа действительно широкой для них это будет как раз выход из положения ботинки которые не будут давить вам ноги шнуровка держит неплохо в остальном каких-то врать проблем быть не должно хух друзья вот и все что вам нужно знать о компании joint и их ботинках на мой взгляд можно поставить четыре из пяти а по соотношению цены и качества даже может быть и больше спасибо за просмотр увидимся в гетто или на склоне жду не дождусь уже скоро сезончик начнется да кстати мы сформировали с этими ботинками комплекты так скажем народный комплект это не значит что вам обязательно нужно покупать эти ботинки в этом комплекте но если ваша колодка будет соответствует этому ботинку ваша стопа будет соответствовать колодке этих ботинок то вы можете вывать очень классный комплект по очень хорошей цене в самом начале этого сезона учитывая какой сейчас курс я думаю что это весьма и весьма достойное предложение для всех тех кто мечтал вороваться в мир сноубординга это так скажем подарок вам от гетто всем пока